Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в студии Левитов Чес вместе с гроссмейстером Владимиром Федосеевым. Володя, добрый день! Добрый день, Илья! Добрый день! Вот, обсудим турнир многострадальный, я так понимаю. Многострадальный, но он не многострадальный на самом деле, он просто трагический. Да, мы сегодня поговорим о первом круге турнира претендентов, который состоялся примерно год назад в Екатеринбурге. И этот турнир вообще окружал огромное количество скандалов, переговоров, снятий с турниров. В общем, такая настоящая драма, похожая на лучшие образцы турниров претендентов 60-х, где чудил 10-й чемпион мира Бобби Фишер, когда он уезжал с турниров, отказывался играть там и так далее. Напомню вкратце ситуацию. Турнир претендентов должен был и начался в марте 2020 года, когда весь мир погрузился в пандемию коронавируса. И за некоторое время до этого турнира, до начала соревнований перед Фидов стал тяжелейший вопрос, начинать турнир или нет. Без шансов, без гарантированных, скажем так, шансов его закончить. Фиды во главе с президентом Аркадием Дворковичем приняли все-таки мужественное решение этот турнир начать. Хотя, незадолго до этого с турнира снялся один из участников его, победитель Кубка мира Тимур Раджабов, который, видимо, не только хороший шахматист, но и неплохой букмекер, поскольку он точно спрогнозировал, собственно, что произойдет. Турнир был прерван после первого круга. Официально это объяснялось тем, что Россия закрывает свои границы, что, собственно, так и было. Но на тот момент уже понятно было, что турнир не закончится. Какая-то общая атмосфера и обстановка вокруг него лучше всего была охарактеризована одним из участников, Александром Гащуковым, который сказал после пятого тура, что я не играть не хочу, не просто здесь находиться не хочу. Вот, и мы сегодня с Владимиром подготовим вас к началу второго круга турнира претендентов, который стартует 18 апреля в Екатеринбурге, и посмотрим на ключевые моменты первого круга. Напомню, что по итогам первого круга лидерами турнира претендентов являются Максим Вашелограф, который попал в турнир вместо Тимура Раджабова, и наш товарищ Ян Непомнящий. Но это лидерство такое достаточно неоднозначное, поскольку первый дополнительный показатель при равном количестве очков это личная встреча. А как раз в седьмом туре, последнем, который был сыгран в 2020 году, Ян трагически эту партию проиграл именно Максиму Вашелографу. Поэтому пока официальным лидером турнира претендентов является Максим Вашелограф. Да, то есть, получается, Ян должен выигрывать у него либо полочка, либо как-то брать реванш в личной встрече и делить. Да, но у него будет белый цвет в личной встрече, поэтому это будет одна из, видимо, ключевых партий второго круга. А вообще, как они там по цветам стоят, вот эти у нас два лидера, Максим Вашелограф и Ян Непомнящий сейчас? Это мы только в конце эфира с тобой скажем, когда посмотрим партии, потому что... А, хорошо, но мы посмотрим таблиц, и выясним тогда, как это вообще все. Но я, кстати, должен отметить, что хоть они на очко опережают Гири, Каруану и Грещука, на самом деле на такой дистанции все-таки не такой маленькой семь туров, и при достаточно, как мне кажется, разношерстном составе я бы не списывал со счетов ни Гири, ни Каруану, ни Саши Грещука. Наверное, потерял все шансы Динг. Ну да, Динг у него совсем все плохо, у него минус два, но при этом дистанция все-таки семь туров, и такие чудеса происходили. Можно вспомнить Сергея Калякина в Берлине, который с минус два чуть не выкал турнир. Это правда, это правда, да. Но это надо быть Сергеем Калякиным, я считаю. Да, ну посмотрим, может проснется там в китайце. Все будет зависеть, думаю, отправят ли я его на карантин или нет, потому что тот же Грещук в свойственной муанстроумной манере отметил, что Динг, наверное, отравился на карантине, который он провел в Подмосковье две недели до начала первого круга. Я не знаю, как это все было, но, мне кажется, китайцы тогда были наиболее деморализованными участниками турнира, потому что только начиналась пандемия, у нас был Ухань, мы еще не знали, что Китай самая безопасная страна. Нам казалось, что наоборот, ты встречал китайца в аэропорту и ты бежал за километр, и тебе казалось, что уже все, ты уже заражен. Да, тогда была паника, я помню. Я помню, я играл в феврале в Бундеслигу, и в аэропорту бывали какие-то лица азиатской внешности, и ты уже как-то инстинктивно напрягался, когда их видел. И так ты напрягаешься иногда? Да, и так напрягаешься, тем более она еще не стартовала, еще не было никакой всемирной пандемии, не было там колоссального количества заболевших, и уж тем более не было, как сейчас. Процесс только начинался, и никто еще не понимал, что происходит. Слушай, а как мир изменился за год? Мы на самом деле пережили очень тяжелый год, объективно все. Сейчас некоторые даже шахматисты, комментаторы, которые планируют поездку в Екатеринбург на второй круг, говорят, слушай, воспринимаю как поездку в Нью-Йорк в 90-е годы, просто куда-то приехать, посмотреть на каких-то новых людей, пообщаться. Но тогда на самом деле, когда начинали турнир, я скажу честно, у меня не было такого вот трагического ощущения, хотя 14-й чемпион мира Владимир Борисович Крамник мне в трубку на повышенных тонах говорил, что точно не доиграют, 100%, ни в коем случае нельзя начать. Но он это и публично говорил, в том числе и в нашем эфире с Евгением Абареевым на ЧАС-24. Но мне казалось, что вроде как, ну да, ситуация непонятная, но может и проскочит. Да, тогда не казалось, еще никто не знал, что будет объявлена пандемия вообще. Что это будет такое? С чем это едят? Что это за зверь? Что с нами происходит? Полный шок. То есть мир тогда находился в точке слома. И вот может быть, я вот очень надеюсь, что как-то вот вторая часть этого турнира претендентов, ну ладно, уже не будем сейчас обсуждать. Закончится ли она? Да, вот если она закончится, если она пройдет, вот может это станет каким-то таким отправным пунктом возрождения шахмат за доской. А можно вообще сказать, что турнир претендентов за шахматную, за выход на матч на первенство мира, он неким образом символизирует вообще пандемию коронавируса. Слом и пох. Да, то есть, может быть, он так получился, как надо, на самом деле. То есть, вроде же, но как вот спортивное составляющее? Я абсурд, а получилось красиво. Но мне кажется, что они все играды, как в последний раз, честно говоря. Я вот пересмотрел, столько нервов, столько эмоций и столько непредсказуемых результатов. Почти у каждого участника была абсолютно колоссальная дебютная подготовка. Даже если что-то не происходило, не проходило там, мы увидим какие-то дебютные катастрофы на проявлении 15-го хода, то это было связано в основном с хорошей подготовкой соперника. То есть, действительно, это был турнир, который, ну, такая, можно сказать, что визитная карточка на шахматную мир. И до сих пор возобновление этого турнира, это стал какой-то такой надеждой, да, незабыточной для массы людей. Это правда, да. И, может быть, это как-то даже неплохо получилось. Я не знаю, у меня единственное в этом всем, я трагедии тоже такой большой не вижу. Единственное, что, конечно, турнир разбит на две части. И вот турнир претендентов, ведь это же испытание. То есть, это 14 туров, достаточно серьезное соревнование. Ты играешь с лучшими шахматистами мира. То есть, в Вейконзе, например, ты играешь за 13 туров, но там все-таки состав достаточно разношерстный. То есть, где-то отдохнул, где-то что-то. А здесь и ставки высоки, и турнир сам, ну, безумно важный, поскольку понятно, что каждый его участник для него существует, по сути, только первое место. Ну, да, для него это как турнир жизни. То есть, мне кажется, абсолютно для всех. А не понимать, что такого шанса может просто не быть. Поэтому, то, что турнир разбит на две части с разницей в год, это, конечно, не супер, скажем так, для именно спортивной составляющей. Потому что, ну, понятно, что второй круг, это будет уже другое соревнование. Опять полгода подготовки, опять дебют, опять физика. То есть, уже ты не поймешь, кто как себя чувствует в тринадцатом туре, когда делова заплывет. То есть, фактически это просто два турнира по северному турниру. Ну, фактически, да. То есть, фактически это не тот марафон, который мы планировали увидеть, да, там, изначально. То есть, турнир претендентов в четырнадцатом туров, он там предрасполагает, он предполагает, что ты должен, там, распределить силы по дистанции. Конечно, серьезно. А дебют распределить? Да. Ты должен где-то, там, сэкономить, где-то, там, быстрые мячи сделать, да, там, что-то такое. А тут, получается, два круга по семь туров. В первом они выложились полностью, я, как будто, даже быстрых ничьих не нашел в них. Вот. И я думаю, что во втором туре тоже будет мясорубка, круге тоже будет мясорубка, на самом деле. Нет, конечно, ну как? Ну, там, получается, что второй круг – это отдельный турнир с исходными, немножко неравноценными условиями. У кого-то больше очков, у кого-то меньше, но партий мало. Ты знаешь, что их всего будет максимум семь. Ну, не считая, что тайбрейка потенциального, ну, там… Мало вероятелей. Да. То есть, и ты должен выложиться максимально. У тебя семь партий. Да, но ты знаешь свой расклад. То есть, условно, вот, Каруана, который в начале турнира довольно много рисковал, но об этом потом поговорим, он, очевидно, в последних семи турах будет делать это просто с удвоенной силой. Особенно, вот, против, там, Алексеенко, Ванхау и тех, кого он будет, наверное… Тех, кого он считает… Потенциально, перспективно, жертвами своего. Да, да, жертвами. Да, да, жертвами. Ну, хорошо. В общем, вот в такой, еще раз напомню, что в такой достаточно нервозной и связанной и с пандемией, и с отказом играть Раджабу, потому что скандал уже какой-то возник, шматистские приехали в Екатеринбуре. Да, еще до начала турнира был скандал, да, получается, замена Раджабу на Вашьелограва – это прецедент. Большой шахт в турнире такого не было. И как-то легко это, знаешь, произошло. Да, вот, да, нам сообщили, я отказываюсь играть, Вашьелограв играет, все. В этом, конечно, особенно с учетом отмены турнира, отмены второго круга тогда, конечно, вот, как бы, выглядит это все. Достаточно странно. Ну, как есть уже, тут ничего не поменяешь. Но все-таки Раджабу дали место, я так понимаю, в следующем турнире. В следующем турнире, в пятилетах, что тоже, конечно. Ну, тоже странно. Да, все. Все здесь странно, но, тем не менее, первый круг был очень интересный, очень-очень увлекательный, как это все были в каком-то, таком странном, я бы сказал, состоянии. Только вот, Максим, мне кажется, Вашьелограв, он как-то всегда, как-то, ну, все хорошо, поехали, работаем. Для Вашьел же это был случайный турнир. Вашьел узнал, там, примерно за два дня, что у него играет, вылетел в Екатеринбург. Ничего не побоялся. Да, ничего не побоялся и при этом играл хорошо, набрал плюс два, получается, без поражений. И вот тебе и дебютная подготовка. Кто-то полгода сидел, готовился к турниру, а приехал человек с курорта. Мне это напоминает турнир чемпионата Европы по футболу 92-го года, когда там как раз происходил распад Югославии. Команда Югославии снялась с турнира и вызвали, а это было лето, соответственно, все в отпусках и вызвали сборную Дании вместо нее играть. И люди с курорта, реально, они рассказывали футболисту, что я был с женой на курорте, все хорошо, пил мохито, и тут надо играть в футбол. Они приехали и достаточно уверены, этот турнир выиграли. Да, самый крупный успех сборной Дании в истории. Но так на самом деле бывает, видимо, нерастраченная нервная энергия при подготовке, бессонные ночи, волнение. Приезжаешь, ничего от себя не ждешь, ну а что я могу, я не готовился, приеду, поиграю в шахматы. Приехал Максим и достаточно удачно. Собрал все яблоки, которые упали возле его дома. Ну, надо сказать, что там две подготовки, которые ему принесли, две победы. У него, по-моему, пока у нас поражений нет. Да. Две победы над Дианом Непомнящим достигнуты именно благодаря какой-то совершенно фундаментальной дебютной подготовке. То есть он дважды получил позиции, в которых черные изначально очень сильно рискуют. И просто собрал, когда соперник все, что бы ошибку допустил. Ну, это его стиль. Видимо, сейчас дебютная подготовка и вне зависимости от конкретного турнира претендентов или еще какого-то важного турнира. Она такая мощная у топ-шахматистов, что, в общем, позволяет доставать из рукава все, что нужно даже в такой ситуации. Хотя для меня это абсолютно удивительно. Понятно, что все сборы проводят, лучшие тренеры, команда набирается. Три-четыре человека, все сидят там, денно и ночь нажмут о пробел. О пробел, да. Да, как говорил Евгений Ильгизович. Но вообще для меня это тоже турнир, еще так лично, имеет какое-то такое принципиальное значение. Потому что это был первый турнир, который мы комментировали. И тоже от нечего делать, естественно. Да, это было удивительно. Это же, по сути, рождение Левитов Чес. Да, рождение Левитов Чес. Год назад мы с Евгением Бореевым начали комментировать его на Чес 24. Мы тоже, как ваш елограф, тоже буквально я там написал своему контакту в Чес 24 Себастьяну. Он сказал, да пожалуйста, вопросы. А мы даже начали не с первого тура, кстати. Мы начали, по-моему, со второго или с третьего тура. И как-то у нас так это бодро, весело пошло. Я помню, я сидел на даче с родственниками, уже с ума там сходил от безделия. И это как-то вот не первый уже раз меня шахматы спасли, я бы так сказал. Давайте перейдем к шахматной составляющей этого многострадального турнира, но тем не менее крайне интересного. Да, давай ли я перейдем уже к шахматной части. Тут я немного подготовился к эфиру. В принципе, я тогда разбирал турнир претендентов для Шипова, когда он шел. И у меня были там какие-то обзоры, я, по-моему, все обзоры турниров претендента с первого по седьмой тур записал у него. Но в этот раз я уже решил новыми глазами взглянуть, вот уже после пандемии вообще, что происходило, в каком состоянии люди находились, что это было. И поэтому все анализы буквально сегодняшние и вчерашние. Но в памяти, конечно, остались ключевые моменты. Я предлагаю начать с партии Гири непомнящей, которая, ну, на мой вкус, просто определила ход турнира, потому что Аниш к ней был совершенно впечатляюще подготовлен. А Ян за доской взял, решил все поставленные проблемы, потом шикарной, очень мощной игрой, даже выиграл партию. Ну, немного ее посмотрим. Английское начало. Тогда я помню, что конь с 3, конь с 6, значит, кони вышли, как там Таль говорил про этих черных игр, играть удобно, просто смотришь, там, что соперник пошел, ходишь тоже сам. Да, то есть, условно, мне это имелось в виду, там, если... От же начинающих. Ж3, да, Ж6, да, для начинающих. Слажив 2, Слажив 7, мы всегда говорим, ну, смотришь, что там соперник делает, повторяешь ходы, играть удобно. А пусть он там поделится, может, плохого, там первый сделает, да. Да, ну, Д4, Д4 ход принципиальный, и здесь Ян идет в самую жесткую ветку, Е6, Ж3, Ферзь по 6, безумная совершенно ветка, много разных партий было. Я не стал на ней внимание заострять, важно, что Гиль ожидал 100%, сейчас конь 5, слон F4, лучше так пойдем. Конь обжи 4, Е3, А6, Гиль 100% ожидал, что возникнет вот эта вот позиция. И здесь он приготовил ход кладет С1. Новый. Да, который на самом деле абсолютно новый, он потом его еще один раз повторил, уже против Петра Свитлера, и снова проиграл. История одной неудачной идеи, которая тебе стоила, но ли с двух белым цветом. Бывает и такое, да. А ему, видимо, казалось, что суперперспективно, потому что он так глубже посмотрел позиции. Ну, вроде везде как-то разные нули получаются, я там не стал это уж прям глобально расписывать. Как Ян сыграл в партии, это абсолютно нормально, он точно сыграл, Д5 надо, Б3, ну вот здесь вот эта вот линия, БЦ, мать Я, 3. Фигуру белое собрали, полное безумие. Ну, черный отыграл, вот ее на связке, С6 пока. Сну Д4, Ферзь А5. И вот Гиль в анализе дошел до вот этой позиции, значит, здесь он ходит слон Е2. Откуда знаешь? Ну, вот сто процентов уверен. Ну, иначе, иначе, это просто безумие, да, то есть, как это возникло, непонятно. И он дошел вот до вот этого, до 19-го хода, вот здесь слайд скилл, а это 3-го хода Фарид. И вот решил, что, ну вот пусть он здесь походит, у него вся фигура в воздухе, там какой-то G5, он знает кучу идей, примерно как складывается позиция. А вы эта позиция оцениваете? Ну, объективно. Нет, ну, не по компу, не по компу. Ну, если комп, 10, чтобы здесь и смотрим в 89-м году, чтобы шоу. Да, в 89-м году тебе бы сказали, наверное, и мне, что белый сейчас там просто порвает, потому что у черных ничего не развито, Ферзь А5. Взять как-то, куда ладья стремится, непонятно. Даже за то, что он, да, вот если ладья... Мама же моя будет смотреть, она же готовится ко второму кругу сейчас. Понял, да, обязательно. G5, и вот уже непонятно, что делать. Просто весь фланг упал. Не координирует фигура черная. То есть у белых как-то вот все скоординировано, король в безопасности, у черных король в опасности, координации нет, ладья на центре висит. Но материала много лишнего. Но здесь я долго думал над позицией и разобрался, да, то есть он здесь сыграл по 4. Я думаю, что вообще с человеческой точки зрения там будет какие-то разные линии. Вот я тут накопировал, потому что вот это вот, например, комп оценивают как нули. Шеф тут, получается, какое-то просто безумие. ЕД, Эбжелла, Дяш-8, Шах, Король-7. Ну и вроде это ничья. Это невероятно страшно. Это невероятно страшно. Но это невозможно человеку войти. Это непонятно, чем белые тут будут мат ставить или что-то вообще? Ну тут вроде как ничья получается легкая. Ферз Р-4 мы ходим. И нет ни одного нормального поля, к нам Е-8. Просто повторим. Да, ну вот это, конечно, линия такая для мужественных ребят. Ж-5 Е-5. Ну тут уже видно, что если Жеф как-то не играешь, то не понятно, зачем ты это всё делал. Вот. Но я не исключаю, что, например, Жеф Е-9, Ферз Р-5, наверное, тоже ничья какая-то. Так или иначе. И может быть, Гирич стал, что белые там напрягают. Ну смысл как бы этого всего, что позиция очень острая, страшно счётная. И, конечно, тому, кто дома её видел, гораздо проще её играть, да? Ну ещё самое важное – это фактор королей. Вот сейчас же, может, помнишь, была дискуссия, которая началась в этом бесконечном Челябинском, в ренте Иерусалима с момента матча Каруана Карсона. И вот Магнус говорил, ну вот я иду на эти худшие позиции, но зато король-то у соперников вот так я не умею. Ну да. И поэтому всё хорошо будет. И действительно, там Карякину матушам Гири поставил. Ну да, но это психологически просто, да? Да, это вот такая вот сложная психология. Король-то атакой – это неприятно. В принципе, она была очень и на Гири, но здесь Янс умел как-то позицию наладить. Б4 сыграл. Ж5-Е5. Я думаю, по-человечески вообще замечательная акция. Теперь у чёрных проходная на Ц3. И Белым нужно как-то с атакой определиться. Видно, что она вроде не особо доезжает. Ну и у чёрных там всякие есть. Какие-то блокадные идеи появились. Там Ферц 5, король Е7. Сейчас какие-то варианты покажу. А вот ЖФ-ЖФ надо. Здесь стоило ЦД побить. Непонятно, почему не съесть. Ферц Б1 ход очень художе на обострение Гири сделал. Вот я его считаю первой причиной его неудачи. Ферц Б1, что здесь начал какие-то неразумные обострения. Ну хорошо отреагировал соперник. Но уже можно было как-то спокойно. Спокойная позиция получалась. Ну и Белый сохраняет перспективу. Ну и чёрный тоже. Чёрный пешка на стрессе сильно. Позиция подравнялась. На Ладя-6 есть трюк с Ломом Б5. И какое-то просто полное безумие. Тут комп меня насоветовал. Так, так. Толстый Фриц. Толстый Фриц. Да, я Толстый Фриц взял первый раз в жизни. Очень интересно. И как? Толстый Фриц. Толстый Фриц. Интересно. Это значит от Чизбейса программа. Она скопированы идеи с Лилы и с Токлиша. То есть он с объединениями. Типа вот такой вот. Кентавр. Кентавров. Толстый Фриц. И вот какой-то просто безумие. Тут почему-то на Д3 брать нельзя. Там видимо Ладя-6 и Ф7 мат. Поэтому сюда уплотнение. Там белый как-то так. Чёрный Холд. А чёрный Холд. А чёрный Холд. А чёрный Холд. А чёрный Холд? А чёрный Холд? Это очень холодная машина. То есть здесь Ф7. Всё, уже проходит Ф6. Ф8. Машина просто играет Ф5. Ф6. Король Х7. Ну и заявляет. Ну вообще равная позиция. Ну комплант. Я не люблю компы. Другая история. Ф7. Тут ещё какая-то просто. Слот ДС. То есть вообще весь вариант неподъёмный. То есть правило дело, что человек где-то ошибается в нём. И кто ошибается первый, тот проигрывает. Но шансов, что ошибутся чёрные, намного больше. Потому что у них король слабее. То есть идея вообще всей этой дебютной концепции была в этом. То есть ЦД он должен был сыграть. И вот такую какую-то позицию играть. Тут Яну бы пришлось ещё какие-то идеи находить. И везде бы он мог ошибиться. Но Ф1 ход неудачный. Ян сделал Ф7 очень хороший консолидировающий ход. Тут можно было, значит, поддержать напряжение. Такая позиция сложнейшая совершенно. У чёрных слабый король. Но зато пешка на Ц3. Но при этом играть, мне кажется, до сих пор тяжелей. Но по этому делу у белых тоже есть свой риск проиграть. Если они заботят о пешке Ц3, она где-то станет ферзём. Ну, там какие-то варианты получают. Слон Е6, ФБ3, ДЦ, ФЦ3. Мы потом увидим. Ну, в парте был ФБ3. Это тоже, кстати, более-менее нормальная ещё игра. Б5, ФЦ3. Это всё более-менее адекватно. БЦ, Е4, ДЕ. Ну, вот здесь стоило уже, наверное, заботиться ничей. Собирать так, ФЦ4. Поменяться. Слон G4, А4. Ну, никаких проблем с ничеем белых не будет. Потому что как только будет какой-нибудь ход H5 сыгран, белые там могут вплоть до слона Е2 сыграть. И с такой пешкой на они никогда не проиграют. То есть, ФБ3 ничей, конечно. Да, ну они же амбициозны. Хоть в ладе H4. Ещё можно было проиграть амбиции. Ян тут полностью консолидировался. Вот здесь вот интересно сравнить две картинки. Вот эту картинку, которую Ян получил. Которая, в принципе, ну уже такая солидная, грамотная. Тут уже слабости нет. И то, что было изначально, вот до B4. Изначально появился вот это. Где всё непонятно, как вообще стабилизироваться. Переиграл. Можно так? Нельзя сказать. Ещё пока не переиграл. Позиция абсолютно равная. Я нашёл здесь, что здесь не надо было, конечно, бить на C4. И под связки вставать. То есть, это вот единственная серьёзная, наверное, ошибка до этого момента, которая у Гели была. Надо было сехать ладе H4. Дальше у белых есть всякие перспективы. Слон D1, C2. Там погнать пешку А. Позиция настолько необычная. И может закончиться чем угодно. Там все фигуры будут прыгать. И на каждом ходу будет непонятно, куда, чем прыгать. То есть, она уже играет с большим трудом. То есть, всё ещё белые сохраняли перспективы. Вот он здесь ошибся и здесь сомнительный ход поставил. Потому что объективно он ничего-то не выпускает. Но тут уже Ян начал давить. Он сыграл король G7. И белые были вынуждены пойти фирс B3. Влдя B8. Слон D6. Влдя B3. Шах. Кроль F8. Съесть на B3. Так. А почему он съел? Да, потому что здесь не проходит эта история. Ты не показал почему-то дома. А, там шах был, да? Да, там шах был один из этого. Ну, кстати, может тоже ничья. Сюда, сюда. Слон F5. Но, вероятно, это не ничья всё-таки. Чёрные претендуют очень серьёзно. Ну, пешка А2 меняется на пешку А. И в дальнейшей борьбе, чёрная, выиграют. Вот. Поэтому так нельзя. Просто бьёт на B3. И это, на самом деле, простая крепость, если бы белые держали ладью на H4 потом. Угу. Штиан здесь сыграл шах пока. Потом ещё один шах. И сыграл H5. Тут проверочный ход. Угу. Ну, вот здесь для меня абсолютно удивительная история, что был сыгран ход ладья G8 шаха, а не ладья H4. Потому что после ладья H4 я, в принципе, я так подвигал чуть-чуть позицию. Я не понял, как вообще это можно выиграть. Ни одного же шанса. То есть слона можно всегда перевести на G2. Скорее всего, пешка А поменяется на пешку А. И потом мы просто остроим крепость. Угу. То есть здесь просто ничья. А вот этот ход он просто проигрывает. Потому что теперь ладья никогда не вернётся назад. В азарте, Аниш. В азарте. Да. Какой-то ход ладья G8. Не знаю. То есть это какая-то очень эмоциональная реакция. 36-й ход может быть в цитноте? Не знаю. Но даже в жёстком цитноте, мне кажется... Наоборот, да? В любом другом турнире бы, конечно, сыграл ладья G4. Потому что он на самом деле шахматист. Он супер ладья G8. Коронавирус даже подействовал на Аниша. А это уже значит, что... Всё совсем плохо. Его сила недооценивалась. Да. Ну тут дальше Ян был просто застаршим. Поставил ферзер на F3. Подвёл E4. Здесь его позиция. И вот тут поднял ещё H4, H5. В эту позицию комп. Сначала смотрят. Говорят, 1,50. Чёрные белые могут держаться. Потом и там минус 60. Минус 60, да? То есть это просто математически безнадежных. Справил блестящее противо. Да, здесь шикарно всё. Если не брать на F5, то просто F4, наверное, да? Или что? Да, если не брать на F5, то просто там F4. Пешка до F3 дойдёт. И мат пройдёт на G2. Ну и либо слон потеряется. Фигура не каратинирует. Либо пешка на F2. То есть слишком много слабости. То есть он вынужден брать на F5. Ферзь Е1. Король G2. Ферзь Д1. Ну вот здесь важный вариант, что спивается. Ладья F3, ферзь Е2. Совершенно безнадежная позиция. Чёрные её легко выигрывают. Понятно. Да. Потому что там ферзь снизу проходит. В основном получится что-нибудь. Сейчас я покажу быстрые вещи. Рандомные ходы. Вот придёт ферзь на F1, потом придёт на G1. И что? Ну так. Как-то так это будет выиграно. И потом просто на F2 станет. И что? Ну и всё как-то. Ходить нечем? Просто нечем. Ну оно развалится. То есть белые где-то должны будут проиграть все оставшиеся пешки. Потом ферзь против Влади. В принципе техника. Понятно. В общем Ян в первом туре выиграл чёрными. Ну кстати у одного из фаворитов всё-таки. Да я согласен, что Аниш один из фаворитов этого турнира. Кстати судя по его форме сейчас, один из фаворитов второй части турнира. Потому что играет здорово. Вполне возможно. Мне очень нравится как он сейчас играет. Какой-то обрёл стабильность, гармонию. Вейконзей хорошо очень играл. Какое-то желание в игре чувствоваться. Да. Энергия появилась какая-то. Видно, что настроение хорошее, Аниш. Да. Ну вот эта партия его немного испортила. Но он потом обыграл нашего Кирилла Алексеенко. Это я помню. Это 7 часов длилось. Это радость. Так. Что у нас дальше? Так. Дальше у нас непосредственно повышение Дин Лежене в партии с Ван Хао. Очень хитрая игра. Я здесь приближался к позиции. Здесь только какими играют? Белыми играет Дин Лежене, черными играет Ван Хао. Дин Лежене шикарно готов в английском начале. Ван Хао играет в пространную систему, где невозможно что-то точно знать. Ну вот здесь сейчас два юнера. После два ладей 8D4 проверяли. А, вот так рискать, да? Арсений Нестеров против Аптуса Торова. Да. И в партии у них было ЕД, а КВД4, белые захватили инициативу. Потому что там Е4 выставляется, позиция очень комфортная. А надо ходить слон Б6 и получается вот такой вот нэншмент, в котором у белых небольшое давление, но не более того. Да, ну вот Дин Леженец играл более насыщенный ход, да. Да, более боевой. Получилась вот эта вот позиция. А5. Да, и тут был у него выбор, куда ставить слона на Б2 или на Е3. Мне кажется, на Б2 он все-таки в пешку Е5 упирается и поэтому как-то стоит менее перспективный. А на Е3 в пустоту стреляет? Не, не совсем. Поле Б6, какие-то беспокойства для черных. Здесь я нашел, что черные уравнивали таким вот способом необычным. Быстро это все на размен. Фактически они уравнивают. Потому что на Д4 есть ход. АБ, АБ, там, размен. И конь Ж4, активная контратегра. Ну это хорошо у меня. Да. И может быть он этого испугался, то есть не хотел давать какие-то ясные опции. Слон Б2 все-таки ход такой, напряжение хорошо поддерживает. Да, тут решение Манхау очень интересно вот в этой позиции. Компьютер его абсолютно не одобряет. По человечке мне казалось, что это дико антиопозиционно. По крайней мере, когда я это смотрел год назад. Но пересматривая эту партию вчера еще раз, я опять убедился, насколько все-таки он получил обманчивую для оценки позицию. Сыграл конь А6, естественно, белый сыграли Б5. Невозможно этим не воспользоваться. ЦБ-ЦБ, конь С5, конь С5-ДЦ. Ну вот в старых комментариях я написал, что у белых тут ясный перевес. Но посмотрев на эту позицию где-то полчаса, я понял, что я не вижу здесь ничего ясного. И фактически это может какая-то оптическая иллюзия, что у белых здесь перевес даже комп на нее плюет. Потому что черные потом играют очень крепко. Они ставят Б6, они контролируют весь центр. Пешка на Д3 чуть-чуть слабая. Да, но тут словно как-то конь на Д7, может на Ф8, на Е6. То есть у них планы усиления бесконечные. И супер крепкая позиция. То есть можно сказать, что черные базу здесь держат. В общем, она очень странная. Комп пишет, поначалу ругается 0.30, 0.40, потом понижается оценка. Потом назад почему-то возвращается. В общем, позиция сложная, да? Аргументов не видно. Позиция очень сложная, да. Они сыграли А4. А4 ход логичный. Чтобы черные сами не отрезали пешку Б4. Да, но вот здесь мне кажется, что белыми все-таки стоило сыграть А3. И попробовать получить вот это. Я подозреваю, правда, что черные мышцы слона Ш5 сыграли. Да. Но попробовать получить вот это. И дальше у белых есть какой-то план. Ну, условно, ферз пойдет куда-то, не знаю, куда его пока поставить. Нам нужно слона с А3 на С4 как-то перевести. Да. Суперски будет. И потом подготовить атаку там через А4. Угу. Там вот подъем весь королевского флага. Если это нам удаст, то у нас просто стратегически выигранным будет. То есть, наверное, надо было стремиться к чему-то такому. Угу. Ну, какая-то игра. Чёрные очень крепкие. Да, здесь вот такая вот слон И3. В ход сделан. В речи такие идеи бывают. Ну, и здесь это неплохо, потому что слон Ж2 не особо до позиции играет роль. и уход уход ванхау здесь мне еще тяжелее понять то есть это может какая-то мета игра ими велась или что как можно пойти здесь ферзи 5 очевидно ход под темпы не несет никакого смыслового окраса все делать абсолютно нечего на королевском фон здесь можно пол на коне просто поменяться сыграть ферзи 7 король же 2 там условно и в 6 коне 6 или как они на же 6 на ведь h5 сколь же 6 h5 один план в 6 коне 6 2 план везде учебный порядок никаких проблем ладьяна а3 ну и выполняет единственную функцию за защиты пешки d3 другой в нее в жизни наверно уже не появится пока она наконец не вернется на 1 вот поэтому просто равна войска за гол ферзи 5 китом удержался кит эмоции да просто эмоции аж 4 да ну тут забавно дашь на ферзи 2 белка лишь подбиться на наш 5 даже просто он перейдет поэтому моему маршруту за 4 и я называю что у черных будут большие проблемы после этого и давление на и всем и глянты в 4 подготовить есть белый рост будет усиливаться плохо да но на ферзи 2 есть к это да сейчас до 20 слаж 5 плохо ферже 6 поэтому цена муклюже да но здесь белый видно что усилились ферзь зачем-то на g6 стал под подпоем но интересно что эта позиция все равно равна вот компью там 0 40 50 начальник пишет вот мы прям недоволен последними ходами черта а потом начинаешь не углубляться и какого плана все равно нет у меня убил то есть вроде твой соперник и сделал какую-то ерунду плана все равно не появилась мне кажется вот это вот эти вот постоянные неточности ванхау условные которые на самом деле не критичные абсолютно они постепенно здесь с дингом сыграли злую шутку мы же решил что ну такого-то под выигранного тоже брать товарища всем не что он делает h5 правильный ход до ding h5 препятствует чему же 4 вообще любому на катан просто черт не так хотят стабильную полицию м6 коне 6 никаких слабостей чтобы никаких накатов не было михардевской это мега грамотный ход цель на восклицательный знак негрих поставить до ding нашел что можно поменять все интересно на f5 махал просто не стал смотреть на цель сайта на f5 да просто пошел радио d8 они поменялись на же 6 как же 2 и в 6 вот здесь изначально до ком там 0 50 у меня потом еще что-то но позиция просто на самом деле конечно вот классический 0 0 0 причем если белый сделать один активный ход что в партии произошло то у них сразу станет плохо а в партии он просто решил что теперь-то у него куда-то 4 он перевед пойдет слон c1 очень активно сыграл здесь лайда 7 и он проводит ф4 и потом у него перевес ну коль на c4 доминирует по словам c7 абстракт надо а слабость у него вроде никаких нет но на самом деле вот это вот ход админициозная в 4 вот он его сделал и это уже билет совершенно не в тот конец который собирался отправиться после размена на f4 и f5 выяснилось что неожиданно белых слабости везде просто и пешка d3 слабо и пешка f4 и пешка на f4 но на этом приключении вообще в партии закончилась тут огромная оценка уже в пользу в пользу черных и 5 ладей 6 король f3 ладя же 6 конь е3 король е6 пока на панхау на высоте ладя d1 слун d8 все теперь слабости уже не держится они держатся на самом деле все дурацкой у ладина а3 ну по большому в принципе я это один из главных факторов почему ничего не держится но держится еще и потому что все время надо чем-то ходить и ты супел могли каждый раз говорить что я ходить не буду эта позиция была бы ничейный потому что они бы поставили послали наш один и теперь как в года там папа спас 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 и до посинения то удивительная вещь и мальчика у нас все это было бы не было бы а вот пойдут ладят d4 не находится 1 просто нормального хода не находится я кончил 2 не держит все нет тогда ладя 4 усилился и да и ты в той же самой ситуации оказываешься только у тебя конь даже 2 вместо е3 и каждый раз получается что ты вынужден пойти на какие-то иступки и черных добавляется идей а если вот просто пас то их нет то удивительные вещи в шахматах что пас денег не даст ну хорошо тут действительно если просто пас на учет не только получается ну просто красивый переиграл да очень красиво переграл но на этом все не закончилось здесь было сыгран ладян 2 это неплохое неплохая попытка обострить и такие он сказался здесь банхау непосредственно выдал такую серию кольца 2 надо было вернуться на d7 да и вот в этой поиске здесь побеждал было взятие на 4-2 и ход ладя же 4 потому что теперь получается такой же тоже 2 черных ладжи 5 размены не избежать там черный имеет ладя до 4 еще ну и вот потом они просто проводят эти две пешки здесь слабости у них нет а пешки просто пройдут а вот у белых то их много и на 4 слабости на d3 очень много проблем но он с этим не справился он выдал значит гениальную идею такую просто дал темп и удивительным образом вот я спела здесь сурнале лет и ход 40 d4 решились то ему бы пришлось спасение искать ванхау да просто спасение черные спасаются единственными ходами все остальное вообще ведет к худшей игре д5 допускать не хотят да то есть приходится бить ладьей так размен конец 2 король до 5 вынуждена белый бьет конди 4 король до 4 а я для 2 5 ладь до 8 тут можно испугаться молодежи один тех что ничего но тоже она так и держит ничего все облачить страшно так можно и не удержать ничего ну там важно что размену ладий нам годится к смену ладий стекать белых нет просто если корольные да то есть здесь против ладий же один ничья но это так это можно и не увидеть словом поводокал то горчицу сильно увидел он пропускал d4 очень сильно единственное 2 и после этого партия подстава шахматов быть из-за был сорок первый ход скорее всего будет беденкова сделать но сороковой видимо там оставалось не надо полтора минуты о том думал думал как все эти пешки удержать дал мне но даже не не думал как пешки удержать мне кажется он просто думал что может быть можно там водю по линии же поменять на же 600 оценку к может у него неправильно было партия то что произошло вот этот ход ладья g4 меня и по той же системе что я показал до этого черные выиграли потому что они пешки проходят красивые партия извлекательные да и вот как тут недолго продолжалось неожиданными много но сарковым d4 d4 сороковой ход он просто мог мог перехватить на инициативу и я не уверен что пахал забрался только заруба классно да здесь борьба была страшная и дингу не повезло и мне кажется это на нем сказалось но остальные его проблемы они пришли в испанской не можем посмотреть уже второй тур нас ваш е так то как раз потому что ваш я у нас один из лидеров турнира сейчас иначе начал начал свое свое восхождение он как раз партии да ваш еб играет обе линга до 1 играет черный разыграно испанская партия ну вот потом владей d3 с ним пойдет я не тоже выиграет у динга как места и тоже в этой испанской испанскую не удержал надо было играть что-то другое в турнире не почувствовал не здесь просто с подготовки выиграл удивительная совершенно история а 3 честно 7 констарик владеев и 8 это все теория весьма масса партий да и вот к этой позиции он стремился ваш я позиция на самом деле дачок достаточно уже тяжелая в плане принятия решений я здесь нашел что конь и 6 примерно такой же популярность ход как конь d5 ему конечно лучше но тогда белый бьют играют конь g5 получаются какие-то вот такие два слона очевидно это ваш я устраивала два слона как известно они в долгой борьбе мог сказаться какой-то плюс есть гинга это нам не устраивало поэтому сыграл конь d5 е.д. но вот эта позиция она уже видимо прилично похуже чем c5 еще решение амбициозное а4 вот буквально следующим ходом он просто проиграл партию то есть после хода и в 5 оценка уже там 160 пример белые меняются на b5 меняются на 8 ходят c4 и и на этом все потому что ладеев 8 здесь нету цбферка ладеев 8 ночью тут что грозит нам нам грозит просто взять и на b5 и связка сонному его имула сделано на 4 люди 8 потому что там будет cbfb5 обязательно и 5 и можно идти домой смело просто билет дашей да и там еще есть зависит до 8 что проиграл ходом f5 условно да а условный ход f6 самый сильный сидеть здесь сыграть ладеев 8 тут пост хуже обороноспособная пейсона но уже видно что белые крают на своем фланге а чё черные делать с контурой пока непонятно здесь плюс а внутри такой капитальный то есть он просто поймал его с дебюта очень жестко и и фактически он поймал его вот на эту позицию сколь d5 ее оценку ее оценка реально что все убил перевес плохо надо же а какой ход тогда получается неудачно комбит d5 неудачно нет до конь d5 но зеря эта позиция уже уже с перевесом белым знать значит до этого ну по логике что-то было неудачно да вот тяжело уж конь d8 не выглядит такой до 8 считается хороший маневр перевод колен и решить как раз до этого игра и странно какие уходы он до этого делал все ходы все логично сделал и сдался шахматы сделал сделал логично хорошо молодец да да давай выше выучите еще что димит называет ну да то есть ему просто не повезло это это мощнейший анализ ну и потом с я нам там все-таки у него у него явные издания имелись зацепиться у него было больше шанс можем сразу посмотреть эту победу я на потому что давай 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 я надеюсь вы стоит d3 подготовил испаночка d3 b5 сломан b3 d6 303 и позиция которых на которую а я думаю корякин когда готовился карстну потратил очень много времени но почему-то хуже получать тоже 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 был да это шахмат да вот это и есть шахмат выучил там у тебя есть представление как перевес получать а приходишь и и и хуже бывает b4 слона два размера конец 6 но я тут хорошо был готов а я думаю что где-то хода до 20 это прям стал анализ был вот это вот все c4 100 процентов анализ эффект c2 он очень быстро играл комментариях на час про михаил красенков написал что да это безусловно все по анализу это странно что я здесь нашел что черные могут как-то абстрактно играет а всем h5 и и у них там какая-то условно конца рекомендации компа h4 или h5 сыграет практически никогда не ошибка ну такая как бы переоценка борьбы за пространство на фланге единственной возможности бороться обычно h4 h5 и комп почему-то очень высоко как котирует когда у тебя от пространства на на одном из флангов ну ладно вот этот ход сложный дал и и 8 он сыграл нормально вполне смен пока здесь все нормально делать принципиальные ходы тоже ding ничего слишком плохого не делает ну и вот пришли к этой позиции позицию комп оценивают как равную но при этом это не то что прям равенство очевидно и видно уже что у белых есть проходная которая может ферзем стать а что у черных есть не просматривается да есть слон есть какая-то активность очевидной предпосылки создать контрыгон вот он ее и создал то что он сыграл здесь h5 b5 h4 b6 вспомнил и дотолкал до h3 что кстати комп осуждает но в принципе еще не сильно все равно еще был какой-то примерно динамическое равенство черные могут сейчас теперь наброситься на пешку b6 и спекулируя угрозами белому королю как-то достичь ничейной галлии владя b8 и fp1 ну просто логичная игра нормальная слон d8 ферзь b5 и здесь вот интересный момент ферзь f5 это ничья потому что ферзь е8 есть король h7 ничего не висит вот там не будет получать какой-то блин там на h3 будет висеть оно меняется белые отлидают на h3 ну и просто ничья то есть черные и конечно еще обороняют но должна получиться ничья а он сыграл ферзь g4 это ход совсем плохой потому что теперь например проще всего побеждал и ферзь е8 шахт разве 7 ферзь f7 и дальше белый конь g1 могут дойти и на b6 черные не успевают съесть потому что здесь например взять на b6 взять на b6 и у белых есть вот f3 то с него просто все теряется все перки там слон висит на h3 можно собрать пойти там сундах так сыграть и аргументов белых почему у них выканул уже очень могут а я почему-то побил на d5 не знаю почему ну можно занервничал вот я опять такая тактика несложно на 1-1 ферзь 2 мат да а сердце 6 он сыграл ход тоже неправильно здесь как-то можно было по-другому да и вот так победить он сыграл ферзь c6 здесь черные красиво очень спасались найти это крайне тяжело то есть ладья b6 надо было сыграть побить на е2 ладья b8 сыграть ладья е5 ладья d8 король h7 ну это я помню мы в эфире там обсуждали может ли человек такой найти за доской очень тяжело очень тяжело просто озарение какой-то дико тяжело особенно когда все партию тебя что-то не складывается сомневаться к этой эмоциональная гамма есть есть сказать человеку здесь здесь есть спасение эффектное он найдет за минуту может быть а вот как бы вообще в спокойном состоянии до артиста посильнее соображает а за доской получается по полной программе переживаешь на турнире жилье здорово куча сопутствующих эмоций голова не работает но здесь еще тонко да то есть например из играть владею 8 то белый еще как-то давит но что из чуть-чуть до собирая наш 3 хорош 8 там помню это все пять вот есть покажи нам вот мы можем так так может честно 7 часто 7 здесь мы получше об этом нет а надо именно короля вывести еще в бой и вот тогда уже ничего вот такое было спасение динго но он не нашел сыграл 30 лет и все да партия закончилась шах уже один все упал и сейчас поменял уже за струкнувшись катастрофа вот так проиграл две партии один из фаворитов на на тот момент треть может быть сейчас доказательное не главный считалось вообще считалось что примерно поровну шансы выиграть турнир имеют дин лежень и крон лидеры мировых шахмат блестящие шахматисты 2 3 номера мирового рейтинга а оказалось что наш брянский парень я не помню гораздо лучше них играет шахмат результат на лицо до конкретно в этом на тот момент на тот момент и вообще да просто все замечательно не ну партии шикарные победы победа были замечательны казалось уже в какой-то момент что ничего я на не остановит но нашелся дебют который уста остановил его сама лично пускай так как евгений гелизович или гизович бареев уже почти 20 лет мой мой близкий товарищ что я еще застал примерно 10 лет его карьеры поэтому при слове французская защита я портится настроение сразу не любит французскую защиту ну проиграл там 100 партий наверное как бы перестанешь любить бывает а так кстати вот шахматист становится заложником каких-то своих вкусовых предпочтений тогда они есть а потом выясняется что дебют будет стоять плохо следующие 10 лет поэтому сейчас все играют это 10 лет не достигает это мне кажется просто раньше учиться было сложнее новому дебюту сложно был то есть бы должен был быть либо иванчуком то есть знать все схватывать все и уметь все и помнить все а уже не просто память была не такая хорошая ну и тогда надо было собирать что-то по книгам как бы искать какие-то этом саму цельности в игре таких шахматистов меньше они могут партию в дебюте провести хорошо могут провести вообще не попадая в ноту ну да я я сам знаю по себе что бывает там изучил новый дебют все записано хорошо культурно пришел на партию получилось там суперфинал с есипенко хочешь к нет ни застрахован никто может быть кроме там каспару да это наверное были такие ситуации ты играешь тысячи партий за жизнь не может все складываться идеально где-то что-то не досмотрел где-то просто объективно соперник лучше где-то тебе показали нули ты пошел довольный на партию соперник глубже проанализировал нули-то нули но это фэд фриц толстяк сделать ничью а ты пойди сделай ее то есть нужно же ходы находить какие-то не знаю сложно просто игра такая сложная чуть там один такт не туда и вся симфония разваливается абсолютно да такая игра поэтому трагедия одного темпа да мы мы еще вернемся к этой теме трагедия какого одного темпа и как он возникает мы мы увидим в турнире паттендентов партию совершенно на на эту тему как раз вот фабиана каруана единственный раз пострадал от китайца для движения и там ему не хватило ровно одного темпа вот раз уж мы эту тему давай давай тогда посмотрим пока посмотрим ее и потом вернемся к французской защите я нам а тут славянская защита фабиана подготовил шутка рискованную систему dc а4 слона какими белыми единолежениями фабиана команда конь е5 е6 f3 слон b4 конь c4 2 0 король f2 это есть такая теория но здесь вот более основную основная история у людей это вот это вот ненавижу эту позицию почему суперфинал 2017 федосеев малахов потом человек дал интервью что он значит просто почитал книжку в туалете поэтому меня так сказал но там было весело это был суперфинал 17 мы там с дубовом чуть-чуть боролись сначала а потом на второй план отошли сначала проводишь воде каждого это выиграет турнир но мы стартовали я стартовал 4 4 а танец стартовал 3 из 3 3 сплэй на 4 и казалось что наверно кто-то из нас должен выиграть там было много статей там кто-то болел за меня кто-то болел задание неважно но в итоге турнир выиграл кто-то свитер на я ему проиграл позицию значит знаменитую ладья конь 4 пешки на одном фланге против ладья конь 4 пешки то есть там сделал какой-то амбициозный год и просто на ровном месте проиграл такое тоже бывает ну и в общем здесь у меня партия с малахова не скажу спам так было 2-5 кажется 1-2 ход короче 3 может может короче 2 и везде какая-то своя теория разная есть король и один ход черными нужно помнить просто невероятное количество вещей вот и фабиано естественно это все помню вариант очень тяжелый для памяти вот кольца 4 но король f2 считалось что там чуть не не опровержение на самом деле конечно никого не опровержения можно даже просто так то есть сложно он подготовил здесь ход и и 5 ух ты ничего удар пациенту но жертва пешки конь и 5 слон c2 все за 25 будем их тогда прояснять тоже потому что в наше сюда сожрать что-нибудь хочется наши зрители тоже могут не понять почему нельзя съесть на c2 просто взял на d4 взял на e5 у человека замечательный очень активная фигура все очень легко выходит там черные поля у белых слабых поэтому слон c2 надо ходить ферз d2 это все вынуждено c5 та же самая проблема тут может быть стоило сократит им так как сложная политика слон же 6 до 5 на кольце 6 бьют и выше грозит конь и 4 придется пойти как короче один там больше 524 по флангу таранить очень сложная интересная позиция явно подготовленная фабиано а если кольца 4 то так было очень приколы ну и понятно да да ну тут 4 тоже дико слабая борьба но вылюбил получше он сыграл d5 наиболее принципиальный ход в духе китайского шахматиста слон b3 e4 логея 8 ферс f4 и вот вот это все тоже фабиано знал уже во второй пешке конь с 4 конь bd7 все фигуры выходят по и черные играют на какую-то компенсацию но при этом они отдали весь центр в тот день аниш гейтель сыграл партию каталонском начале слон b4 слон b2 a5 на час про была статья где они сравнивали эти две идеи в итоге аниш естественно легко сделал ничего черными хотя идея мне кажется так принципе несколько рискован и стратегически а фабиано эту партию проиграл и вот они сравнили что значит где аниши была замечательная а вот эта идея просто полная порга вообще что это за бред тут он поставил поэтому проиграл на самом деле идея страшно интересная и черные получают крайне конкретную игру с шансами на перехват слой е3 конь f8 партия последовало с белой здесь логично действовали 4 5 черный вовремя поменялись на четыре сыграли ферси 7 и пристроили ход слон c5 этот позицию комп компа оценивается просто как нули черный все прекрасно хотя нет двух лежек да мы меняемся король f1 но тут нужно было играть крайне агрессивно сладе и 5 сначала без входит наш ты единственное поле ферс b4 ладья b1 потом надо играть конь f4 снова с темпом еще раз темпу выходим f5 и вот теперь у нас уже контр-игра то есть всех ходы вперед вообще в стиле карвана так играет когда такая позиция играть да мне кажется он очень любит актив сложную динамику активную игру в принципе его на каспарова старается но но почему-то здесь он вдруг решил сделал ход какой-то совсем другого как раз просто одного темпа или одного просто так вот здесь фактически терпит просто так дело здесь пошли же 3 теперь текст сладею 5 ферзь ашты и спокойно может нашу 2 найти стряночку слабости нет две лишние центральные пешки просто выигранную меру же ты просто выиграл он сыграл ладья d1 не точку в нем гораздо меньше идей чем же 3 и здесь снова мог получить контр-игру карвана и сразу сыграла 6 у нас же криво сыграл бы 5 это появится страшно непонятно потому что скрывается весь ферзевый фланг после того как он скроется у черных все фигуры куда-то могут прыгать а белые пешки пока в центре никуда не идут и ферзь в дисгармоничном положении на f5 здесь успел только чуть 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 лучше по мнению все но мы же толстого фрица до позиция здесь совершенно непонятны сыграном было ферзь b6 тоже политологичная идея пошел книги 3 но это не годится и диналижай просто консолидировался перевел замужет и сейчас все придется на f2 займет нормальную позицию выйдет центр он просто легко прыгал интересно то есть концептуальный каруана подготовился блестяще интересная идея а дальше как то сбился да как будто что-то вот в этот день оказался не готов поддерживать ту игру которую заказал или за из-за коронавируса обязательно только только из-за него это я думаю кстати я на самом деле полусерьезно говорю потому что такие вот вещи видимо как мне кажется да ты меня по профессии прав то есть они влияют не конкретно на твое общее настроение тому общее настроение состояние может быть более-менее нормально но поскольку где-то вот там на подкорке сидит что какая-то вот непонятная ситуация тревожность тревожность какая-то где-то чуть не выспался вот какие-то ключевые моменты ты ходишь а6 когда надо как бы ладья и 5 там заряжать из всех пушек но это вот организм не справлять это нервная система и вот вот в этом турнире я помню в первом круге очень часто будет человек ведет партию нормально нормально потом друг бах какой-то вот слом происходит то есть мне кажется у шахматистов это вот происходит из-за того что где-то вот и на 5-10 минут буквально выключаешься где-то там что-то заедает в коронавирус в голове сидит коронавирус в него утыкается мысль как бы бьется бьется и пока прежде чем обойдет какие-то вот непонятные или какие-то есть навязчивые мысли вот навязчивые мысли это очень опасно в принципе в жизни на там для нервной системы а у шахматистов они склонны все-таки как-то возникает ну какие-то идеи могут заедать тебя идите сидит идея там когда же его закроют когда закроют этот турнир и ты всю партию возвращайся к ней то есть айдет расчет потом бац да и ты в какой-то момент сидишь и ловишь себя на мыслишь ты думаешь о том когда же только закроют уже работают реально как то ли рассказывал про бегемот известная сказка это новый тобой так уж ты вдруг сидишь его бушек гречек что не бывает это шикарная байка но на самом деле примерно так бывает да что ты сидишь потом какая-то музыкальная песня там пришла в голову таранян недавно тебе интервью давал я смотрел совершенно шикарное интервью он сказал что что у него бывает что ассоциации с каким-то искусством картинами действительно бывают какие-то приходят приходят вещи там в голову который не имеет отношения к делу обойтого что он думаешь рассчитывая что там уже 20 души потом вдруг ты себя ловишь на мысли что думаешь там еще утюг то я выключил или нет а молоко купил нужен такой просто вот бытового в очистом бытовуха да ну такой тоже может быть что угодно любые же я-то готова себя волнует рассказываю всем не шахматным людям что это тяжелейшая нагрузка что это вы себе не представляете какие-то люди это люди которые семь часов держат абсолютную концентрацию потому что если хотя бы на одну секунду ты расслабился на тебе сразу как бы получишь а легко взять вот в эти моменты когда это все приходит ты можешь и получить а с другой стороны бывает как у того что вот он думал над проблемой 40 минут он думал 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 потом подумал а чё я думаю тут трясти надо уже все пошел выиграл блестящую партию бывает и так то есть это какое-то вот взаимодействие собственным организмом который мы все равно управляем все играют абсолютно от разных мотивации да там от от разных эмоций и поэтому такое получается и как чтобы вот вроде тут просто совершенно гениальное решение потом рядом соседи соседние решения уже ужасные что-то падает ошибки позвольте интересно вот это как это называется антропология шахматные ошибки знаешь потому что вот я как-то в монако смотрел там краник с морозевичем анализировали свою партию когда был к этому сыну подошли кучу людей как там такая обстановка живая была экрана но вот эти ходы я объяснить не могу это запало это в голову это трудно комментирую как бы вот как же объяснить не может о чем ты сидишь в этом как бы как происходит что ты нормально ровно ведешь партию а потом происходит этот слом ты делаешь два каких-нибудь абсолютно бездарных хода не туда и потом опять возвращаешься туда нормально состоял опять включается мозг видимо понимаешь что ты там как это по-русски сказать сделал неудачные ходы и и ты начнешь опять как бы себя настраивать на какую-то нормальную было борьбу это же какой-то удивительный совершенно механизм что ломается вот конкретно почему теряется эта концентрация теряется что еще что-то там внимание теряется то есть много всего вот как бы присобачить бы какие-нибудь от датчики и посмотреть что в этот момент происходит может падает уровень сахара не знаю гормоны какие-то там всплеск идет ли наоборот падение то есть вот именно даже может быть это может быть можно понять с медицинской точки зрения так это объяснить невозможно как как молодец кого это я объяснить не могу там аж ты не знаю не знаю о чем я думал могу ни одного варианта показать но такое бывает бывает просто идет содержательная игра в партии а бывают условные моменты когда идет совершенно не содержательная игра можно делать все что угодно то есть проблемы бывают как в жизни то есть бывает у тебя выбор ты можешь делать что угодно и все неплохо вопрос какой скорость это это будешь делать 5 насколько эффективно там угадаешь точку где соперник не ждет или или мы будет неприятно играть он тоже пытается угадать там твои слабости и видит их по-другому да ты все видят игру под каким-то своим углом ну конечно но мне кажется эти силы карлсона в том что у него эти пока пока еще молодой него эти выпадения если и происходит происходит может быть какие-то не совсем значимые моменты то есть но я происходит удачного да вот сделал ход который не понял какая-то рука чемпион мира и такая да какой-то бред несет а все складывается то есть вариантов то есть это еще про последнее время достаточно неудачно играет шахматы как мне кажется но это мне кажется опять же у него раз какое-то время происходят такие кризисы как у него был кризис матч с карякиным и я еще пора выгода 2018 год 17 не совсем уверен да потом после матча скрыванный он снова вернулся совершенно не хочу форму никто не мог бороться перепады но тоже мне кажется он просто сейчас переиграл то есть он за год сыграл 100 миллионов партий в blitz бесконечные матчи по минутке бесконечно то бесконечно хотя он сам говорит у него еще куча дел он еще в организацию так или иначе может быть вовлечен то есть может быть стали его отвлекать может быть просто ему нужен именно вот этот турнир но он же очень много играет личная жизнь опять же должна наладится ну вроде то как под финик там писал что за три дня до партии не за там сексом заниматься просто вот садизм футболистов тоже футболисты уже одно время запрещали на чемпионате потом поняли что просто нужно как-то это человек должен быть человеком хорошо давай перейдем тогда к партии которая состоялась в седьмом туре собственно решающая партия первого круга сошлись я не помощи который играл черными ваш килограмм который играл белыми сейчас на тот момент я напережал на очко своего преследователь французская против француза в седьмом туре как такой выбор вот что это вот почему почему вообще французскую подготовил почему 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 он так настойчиво ее играл то есть у него же она не получилось с алексеем подготовил но она у него совершенно не получилось с алексеем я покажу один момент с партии алексеем потому что она у меня тоже подготовлен буквально очень быстро я прямо сейчас туда перемотаю да это вот сниму поиграли ты пошел аж я пошел аж 5 потом все пост покажу ход который который меня в шок убил я когда его увидел вот здесь я хотел сказать стой подумай остановись зачем ты ходишь он сыграл здесь ход b5 и все слон с а4 больше ход не сделать партию он его просто убил но до этого мог побить bc него идея сломба 5 в очевидно одержал бы меня размен пилополь но вместо того побил твердим и сыграл по 5 идти пускал сейчас я здесь все эти слабости сыграл ничего не собралось то есть так 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 но этот пайс и на стратегически безнадежно чем . он здесь пишет плюс один при том что черные могут съесть качество на b4 но реально это просто безнадежно потому что слон с а4 не сыграют никакой роли в это то есть он здесь сделал ход b5 и мне кажется это вот было в пятом туре а в седьмом уже играл с вашей но и если уж такое происходит как-то могли идентифицировать секунданты неужели запасного агродрома нет сложно сказать потому что возвращаемся к ваш не ну что произошло с вашей ваш я был шикарный готов к дебюте здесь он сыграл отход h5 и вот это длинное время 606 тогда кстати этого еще не было он подготовил сейчас даже он уже уже посмотри на это уже страшно ходы все необязательные но все подготовлено там партия переписочников но естественно все очень круто и он подготовил здесь ход ферс дадет белые возвращаются играть с коньи 2 0 дальше пытаются дать мат на корабль там просто же 4 в 4 в 5 такие перспективы я здесь сыграл очень точно ферс опять словно полу для бы 8 коньи 2 и вот здесь ему оставалось сыграть владея ботинка спаде ферса 6 поится равна поэтому мне как и говорил что да даже оба нас играет в 5 поднимет короля на и всеми все вся позицию держится все нормально идеальная французская он зацепился за кучу полей и так далее но он здесь сыграл вот это вот очень похоже на тот ход b6 b5 с алексинку здесь сыграл ход c4 то есть он как-то он подсознательно вот у него осталось что он стремится к закрытию позиции она оформилась в рисунок и дальше он уже за счет пространства там собирает слабости видимо какая-то такая природа ошибки мне кажется но пост c4 реально позиция уже настолько плохая что просто играть невозможно и постепенно он эту партию проиграл он был очень плохо вот он реально был в очень плохом состоянии в этот день это было видно по картинке видно был пол больной какой-то уже не своей тарелки поэтому на самом деле для яна но это точно коронавирус приближение этой большой пандемии но это действительно событие в истории человечества самое большое за за очень-очень с войны наверное я думаю ну так он был просто отрисануло всех мало не покажет просто мир меняется то есть и вот янчик c4 пошел и люди не понимать что происходит это во время седьмого тура да мы сказали на следующее это сокращать да а утром потом стало известно что турнир как-то было видно уже что я даже по комментариям уже видел как-то ну грещука вот который уже говорил что ну все уже терпеть чашки терпения эти роли руку пожать знаменитые да мы здесь уже все видно видно что капец просто лежали каната пришел пришел конец тут зажим полнейший зажим слона на ты все ходы культурные сделал а я ничего не могу сделать просто просил надо придумал как я помню это мы смотрели красиво ну вот я же вижу для шахматистов такого уровня это просто позиция просто техническая все вся структура чего падает из c4 ну в общем партия такая печально но и в общем после первого круга у нас какая ситуация что лидирует не помнящий ваш елограф начнут на очко отстают каруана гири грещук и банхалтор и хау да да в полтиннике то и по минус 2 у нас у алексейнка ну если минус 2 у алексейнка честно говоря это нормальный как бы скажем ожидаемый точек первый раз в общем жизни играет в очень сильном турнире с таким это хорошо был готов хорошо играл так старался ну как бы и мог и гири не проиграть кстати вот этот вот бесконечная бесконечная часовой эндшпильда но все но вот минус 2 динго до опытных минус 2 динго это необъяснимая для меня совершенно весь то что я очень пристально следил за дингом вот последнее время он очень нравится как шахматист просто не за ну почему не могу даже если почему не как запомнились несколько его партий вот как он в ашье обыграл где-то в париже по-моему был турнир какой-то блестящая партия совершенно почему-то он как-то вот мне за меня запомнишь обоих вот одну партию увидишь человека она запомнится и все это потом как-то уже не можешь изменить свое отношение к нему он может превратиться в скучнейшего шахматистом делать короткие ничьи а ты сможешь думать что динка это вот как бы один из моих любимых шахматистов потому что он что-то гениальное сыграл так что тоже по линии так то же самое что вот с ним сделал хау он примерно то же самое сделал тогда с кем с вашей фаворитами ну понятно являются те у кого больше очков но я бы в этот список обязательно занес каруану с гири и считаю что вот он клещук я тоже не знаю вот вроде нет не нашел я интересных партий у него в первом круге но я помню что всегда везде была насыщена все все ничьи все ничьи выжег вы тоже как бы ну в таких турнирах с стритнотами совсем не сложно сказать то есть я просто считаю что каруана если будет форме и если дело дело пойдет у него он просто может там 6 7 у него такой вот есть страна к вот способность накатить и войти в какой-то вот этот вот раш раш обед как бы мы это вот пару раз и видели вот когда он совсем вызываешь она не недавно в веке по-моему вот было там он 5 из 6 выиграл и 6 из 7 я уж не помню и здесь может произойти абсолютно 6 сыграл до двадцатом году до плюс 6 сыграл то есть гири сейчас находится в великолепной форме просто великолепной форме нашел какую-то гармонию нашел интерес видимо к игре играет как классику так и в быстрый ярко интересно я смотрел его интервью в прекрасном видно находятся психологическом состоянии что для аниша важно очень ну как как и для всех но для аниша особенно поэтому турне на самом деле я думаю что вот так я вот могу только один прогноз сделать второй круг этого турнира это будет что-то потрясающе совершенно я уверен что это будет один из лучших шахматных турниров последних лет может быть в истории даже потому что абсолютно уникальная ситуация короткая дистанция уже разное количество очков то есть понятно что каруане например смысла играть аккуратно нет никакого очень короткая дистанция половина партии черными ты должен рвать вариантов нет то то же самое касается гащука с гири ну не знаю как гири по-своему будет рвать наверное так без особого фанатизма а корону я думаю что попытается ну ему надо по сути в первых трех четырех турах выиграть два раза сколько будет скандалов во втором круге то есть ли ванг до россии скандалов у меня вот ощущение опять же могу сделать прогноз основанный интуиции что скандалов будет ровно ноль 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 нибудь никаких скандалов все уже я думаю что просто это же мы видим на поверхности то что происходило в первом круге понятно что под под поверхностью земли происходили тектонические сдвиги когда они планировали турнир претендентов возобновление второго круга на осень понятно что шла гигантская переписка созвоны мазвоны там это все я думаю что люди все кто имеет отношение к этой истории как шахматисты так и чиновники прежде хотят чтобы просто все закончилось поэтому я думаю что все спокойно приедут дай бог вот дай бог что никто не заболеет это самое главное единственно что здесь важно в россии кстати самая главная опасность опасность да да кто-то заболеет поэтому если никто не заболеет и все приедут я думаю что они спокойно закончится и но я конечно душой как бы с нашими потому что я думаю я на имеет шикарные шансы выиграть то что он показывал в первом круге это было мужественная такая игра напористая видно было что он нормально психологическом состоянии сейчас как мне кажется я хорошую работу проделал на сборах есть такая интуиция и c4 ходить не будет может быть и 6 что мы ждем а может быть как раз французской выиграет турнир во всякое бывает посмотрим но турник будет явно интересным я на конечно шансы замечать шансы замечательные шансы замечать хорошо да спасибо володя тогда будем пристально смотреть за вторым кругом претендентского турнира который напомню стартует 18 апреля менее чем через месяц все спасибо всего доброго